Немецкий журналист Эрих Керен писал, Отношения между нами и исламскими лидерами хорошие, зеленое знамя их пророка развивается над их зданием, повсюду образовываются союзы всадников. Здесь у мусульманского народа невероятная ненависть к коммунизму. Приближаясь к поселку, я видел как несколько карачаевских всадников смеясь и подшучивая между собой, уходили в горы на стражу. Не виден Микоян Шахар, в котором предполагается устроить командный пункт дивизии. Идут со скал и из полей раздаются выстрелы. Приказ – спешиться, прочесать местность. Лейтенанту Пёссингеру пуля задела голову. Только царапина. Повезло. Из своих укрытий медленно выползают партизаны. Они страшно ругают Сталина и безмерно хвалят Гитлера. Мы им не возражаем. Снова погрузка в машины. Едем дальше. Мы пришли на земли карачаевцев, которые, к нашему изумлению, приветствуют нас, как старых друзей. Местные жители охотно сообщают переводчику все, о чем он спрашивает. И повсюду, безо всякого страха, принимают наше появление. Обнаружено место, где мы можем форсировать Кубань по висячему мосту. И таким образом оказаться уже в предгорьях. Горные леса и стремительные реки напоминают об Изаре и Лойзахе, Корвенгеле и Ветерштайне. Хотя этот народ, крестьян, охотников и скотоводов, всегда был далек от политики, тем не менее, в ходе истории ему нередко приходилось сражаться с регулярными войсками. Мы узнаем, что Сталин их злейший враг. Когда мы прибыли в долину Учкулан, вокруг нашего командира Хиршфельда собралась вся деревня. Советуются, как быть дальше. Всего несколько часов назад, прежде чем уйти в густые леса, оступающие русские взорвали единственный мост, без которого никак не обойтись. Последний обет водителей. Начиная отсюда, им придется отказаться от своих верных бензиновых лошадок. За короткое время мы успели крепко сдружиться с жителями деревни. Единственное русское слово, которое мы знали, это «карош», что означает «гуд», «хорошо». Теперь все было только хорошо. На собрании под предводительством староста было решено немедленно восстановить мост, чтобы можно было хоть как-то перейти на другую сторону и попытаться настичь отступающих красных. Карачаевцы и наши саперы действуют вместе, как будто всю свою жизнь они были товарищами в горах, делившими общую судьбу. Что касается баварско-карачаевского взаимопонимания, то и здесь наши новые друзья были на высоте. Для двух ног пока вполне достаточно. А в это время женщины готовят обед. Все счастливы, что наконец-то вырвались из жарких степей. Здесь начинается уникальная в своем роде высокогорная военная экспедиция. Ее задача – взойти на высшую точку Кавказа, гору Эльбрус. Несколько наших местных друзей поскакали вперед, чтобы сообщить о нас в следующей деревне. Опережая основные части дивизии на 150 километров, мы идем по замечательной земле, где быстро смогли освоиться. На Кавказе, кроме карачаевцев, живут черкесы, осетины, дагестанцы, чеченцы и другие народы. Это 72 языка. И нередко жители разных долин, разделенных непроходимыми перевалами, понимают друг друга, только при помощи жестов. Карачай никогда добровольно не вошел в рабство ни России, ни другим оккупантам. Тем более нет никакого 450-летия добровольного вхождения в состав России, так как до 1943 годов карачаевцы воевали против оккупации. Субтитры создавал DimaTorzok